Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Бонярковым. Я тот художник, который может объединить каждого. Меня очень беспокоит Украина. Потому что любая страна, где на всех каналах не ругают президента, сразу же начинает превращаться в помойку. То есть, как только к президенту относятся, как к Сталину, Гитлеру, Путину, к Зеленскому, страна скатывается в дерьмо. Но я долго жил в Америке, в Германии, и я знаю, что во всех развитых странах дерьмом облит президент на всех каналах Трампа, действующего президента США. Сравнивают с какой-то обезьяной, с гамадрилом. Говорят, что если мама у него еще, возможно, женщина, то папа точно павиан. Простите, английскую королеву на обложке Шарли Эбдо показывают без трусов. Guardian, фестиваль политической сатиры. Американский президент имеет раком статую свободы. И это массово. Потому что, если любой американец, англичанин, немец, француз не согласен со своим президентом, он его чихвостит в хвост и в гриву в любых формах. Если он считает президента идиотом, клиническим придурком и полным дерьмом, не заслуживающим уважения, он обязан, как гражданин, озвучивать свое мнение. И когда наши придурки в Украине говорят мне, с такими квадратными глазами, как же, за него же проголосовало большинство, должно же быть к человеку уважение. Вы призываете меня уважать Путина? Не, серьезно. За него проголосовало большинство. За всех диктаторов, за всех самых больших мудаков и дегенератов голосует большинство. Вы прогуглите имя того великого человека, который сказал истину. Он сказал, мнение большинства всегда ошибочно. Потому что большинство очень часто, практически всегда склонно ошибаться. Потому что у большинства очень часто не хватает мозгов понять то, что уже догнало умное меньшинство. Но это умное меньшинство всегда ведет человечество вперед. А если бы вот это вот большинство аморфное возобладало, и всегда мы слушались большинству, мы бы сидели на пальмах. Не факт, что жрали бы бананов, возможно бы какие-то звери жрали нас. Но именно вот это вот меньшинство, которое объяснило большинству на Западе, что такое демократия, что такое верховенство права, потому что большинство это всегда шариков. Потому что большинство всегда хочет отобрать и поделить. Потому что большинство всегда недовольно, что у меньшинства мозгов больше. Большинство, между прочим, всегда недовольно тем, что все книги, научные открытия, там великие произведения делают люди богатые. Потому что бедный человек не может двигать вперед науку. Потому что бедный человек думает, как бы ему выжить. Кто со мной не согласен? Вот просто загуглите, что значит термин пирамида Маслоу. Но я уверен, что ни один человек разумный не будет выражать со мной несогласие. Потому что люди, которые прочли хотя бы там 2-3 тысячи книг в своей жизни, все без исключения согласятся со мной. А быдло, которое книг не читала, но очень уверенно в своей правоте, обязательно начнет спорить в комментариях, рассказывать мне про то, что бывают умные бедные люди, про то, что богатые плохие. Ребята, все мировые философы не бедствовали. Вот все без исключения. Потому что если человек профессионал в своей области, он всегда найдет себе способ заработать не нищенствуя. Но это всегда у пролетариата вызывает неприятие. И всегда быдляк считает, ну как же это власть критиковать? Ну если люди проголосовали за Зеленского, там столько людей, там 70, за Путина 80, за Лукашенко. Это же значит, тогда, когда ты ругаешь вождя нашего фюрера, ты показываешь неуважение к людям, которые за него проголосовали. Так вот смотрите, я хочу сказать, что Марк Твен очень правильно сказал. Если вы не согласны с вашим правителем, с вашим президентом, с вашим устройством общества, в котором вы живете, то это не ваше право, это ваш долг критиковать свою власть. И мне совершенно наплевать на мнение тупого большинства, если оно дурное. Да, очень часто большинство сделает глупость. Дуракам большинству большевики пообещали. Землю крестьянам, заводы рабочим. И дебилы рабочие, и дураки крестьяне в большинстве своем повелись. И отымели эту всю пролетарскую козлоту в хвост и в гриву. Потому что это дебильное большинство по своей тупости повелось. Поэтому у крестьян землю забрали нахрен. Десятки миллионов крестьян просто сгнобили, позабирали. Все, рабочих погнали на войну, потом на вторую, третью. То есть фактически наше дурачье, проголосовав за Зеленского, устроило ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Поэтому никакого уважения к большинству от меня не дождетесь. Потому что так принято в цивилизованном обществе, в Европе, в Америке, в Великобритании, что самый обосранный персонаж в медиа – это президент, это власть. Потому что иначе нельзя остановить появление Гитлера, Сталина или Путина. И как только какой-то дебиловатый придурок кричит, что мы же выбрали Трампа, мы же должны его уважать, ему говорят, ты что, кусок говна, из совка сюда приперся. И даже поклонники Трампа, которые за него проголосовали, сидели и ухахатывались. Вот это шоу Билл Майер, который показывал этого Трампа, похожего на эту обезьяну Гамадрила, называл его маленьким сучонком, и с этого ржали даже поклонники Трампа. Потому что в Америке те, кто голосовали за Трампа, понимают, что Трамп – это не генеральный секретарь. И его надо стебать в хвост и в грибу, и они сами же его стебут, и проголосовавшие, и не проголосовавшие. Ну наш постсовковый придурок, он считает, что если, ну как же, ну начальство права, ну за Зеленского же проголосовало большинство, ну типа, это же же, ну как бы надо мнение людей уважать. Я мнение дебилов уважать не собираюсь, которые голосовали за Путина, или за любого другого придурка, который обгадился. Потому что я считаю, что сменяемость власти и давание ей коленкой под попу, именно это, но я так считаю не один, это так считает все демократическое сообщество в мире. Во всех демократических странах считают, что самый публично отыметый персонаж – это президент. И неважно, это Черчилль во время войны, там, или Рузвельт во время той же войны. Во время войны нужно критиковать власть, если есть за что. А если власть критиковать нельзя, если власть закрывает все каналы и запрещает критиковать себя, то мы превращаемся, ну, в фашистскую федерацию а-ля Россия. Потому что только борьба политических партий и свобода слова из рабских обезьян превращает людей в свободных, в свободных граждан. И поэтому, друзья, я очень хочу, чтобы вы мне написали ваше мнение в комментариях, поставили лайк, подписались на мой канал, распространили это в соцсетях и провели дискуссию с вашими друзьями и знакомыми, которые не понимают те простые истины, которые я только что объяснил. А победа, а победа неизбежна будет за Украиной, потому что за каждым из нас не зажавеет.